Добрый день, меня зовут Игорь Мальцев, я работаю агентом по недвижимости компании Keller Williams Legacy Baltimore, Pikesville, Maryland. Сегодня мы с вами поговорим о Seller's Closing Cost. Два момента сразу же говорю, что мы с вами обсудим случай, который непосредственно в Балтимор Каунте, штат Мэриланд, Балтимор Каунти, это первое. И второе, я буду перемежать свою речь английскими словами, английскими терминами, потому что часто таких русских терминов по real estate нету в русском языке, поэтому будет проще, будем говорить и так, и так. Вот, короче, вы решили продать дом, и вам нужно, естественно, немного подсчитать, какие у вас будут expenses, что вы, сколько денег вы вытащите после этой продажи, вот, и, соответственно, нужно знать, какие статьи расхода вас ожидают. У Seller относительно простой settlement, относительно немного расходов, вот, самый большой расход, это, получается, комиссионные агенты. Если вы нанимаете агента, вот, то вы заплатите агентству, брокеру комиссионные. Это может быть 5, 6, 7 процентов договорная цена, вот, обычно это где-то в районе 5-6 процентов. Итак, первый расход, комиссионные, и поставим, поставим 5 процентов. Дальше, следующий, самый большой расход, статья расхода, это transfer taxes. Когда дом покупается или продается, штат и county облагают, всю сделку облагают налогом. И в Балтимор county, вообще, transfer taxes, он состоит из нескольких частей, не буду вам забивать голову, все в целом, это 2,5 процента. Опять же, мы говорим про Балтимор county. В Мангаморе county другие расценки, в Балтимор city другие, и так далее. Вот, значит, это 2,5 процента. И так как у нас в сделке участвуют, как бы, две стороны, это seller, buyer, продавец, покупатель, то практически всегда 95 процентов. Практически всегда. Это делится пополам, то бишь 2,5 процента делится пополам. 1,25 процента платится покупателям, и 1,25 процента платится продавцам. Соответственно, мы продавцы, мы платим 1,25. Transfer taxes. 1,25 процента. И, естественно, вот эти вот суммы 5 процентов, 1,25 процента, это от purchase price, то бишь та цена, за которую вы продали дом. Вот, это 2 основных, 2 основных статьи расхода при продаже. Дальше пошли уже мелочи. Следующее. Вы заплатите какие-то flat fee, administrative fee брокеру. И каждый брокер чаржит, берет по-разному. Кто-то берет 350, кто-то 450. Я знаю, уже есть flat fee 550 долларов. Напишем, допустим, 400 долларов. 400 долларов. Дальше. Если у вас есть моргидж на этом доме, то тайтл-компания будет вынуждена связаться с вашим банком, где у вас моргидж, и потребовать у них pay-off, то бишь, statement, в котором будет говориться, сколько конкретно вы должны за этот дом, какова остаточная сумма вашего моргиджа. За это вы заплатите от 150 до 250 долларов. Зависит от банка, зависит от тайтл-компани, пусть это будет 200 долларов. Если у вас два моргиджа на доме, то, соответственно, умножайте на два. Ну, обычно один моргидж на доме, поэтому пусть будет 200 долларов. Это называется mortgage release fee. Дальше. Ваш моргидж, вернее, сделка DIT, то, что дом продается, вся сделка должна быть зарекордирована в каунте. Соответственно, надо платить рекординг-фи. Там сумма небольшая, 40 или 80 долларов, но в целом округляем, пусть это будет 100 долларов. Рекординг-фи. 100 долларов. В принципе, все. Могут быть еще какие-то вариации, но, прямо скажем, небольшие. Если вы продавец, и вам нужно посчитать settlement cost, вот это приблизительно тот самый cheat sheet, что называется, по которому вы можете приблизительно понять, сколько же вы заплатите на settlement при продаже дома. Если это будет, опять же повторяюсь, если это будет в другой каунте, то там немножко будет разница по transport access. Еще один момент. Не забывайте, это, правда, не на settlement, это до settlement, не забывайте, что вполне возможно, вам придется что-то заплатить после home inspection за какой-то ремонт, то бишь, байер приведет инспектора, они сделают какую-то, они сделают инспекцию, найдут какие-то недостатки, и вам придется потратиться на то, чтобы эти недостатки устранить. Если вы знаете, что что-то в доме не то, можете тоже заранее уже как бы забить для себя, что может быть вот на это придется потратить там определенную сумму денег, опять для того, чтобы более-менее подсчитать точно какой у вас будет окончательный результат при продаже. Все, насчет seller settlement на сегодня все, и в следующий раз мы поговорим о settlement для покупателя, там гораздо все сложнее и интереснее и длиннее. Всего доброго!